Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске, что происходит в областном доме малютки, об обеспечении лекарствами и неверно поданной информации. В Ульяновской области закупят электромобили и поставят для них 10 станций подзарядки. Ездим с ветерком. Программа бесплатного проезда школьников в Димитровграде будет продолжена. Узбеки не законно утилизировали пули в Ульяновске. Мигрантов задержал ОМОН. Административные штрафы и выдворения из России грозят двум жителям Узбекистана, работавшим без соответствующих документов на одном из предприятий Засвияжья. Факт незаконной деятельности был выявлен в рамках профилактической акции «Нелегал». Во время задержания выяснилось, что ульяновский предприниматель нанял на работу двух уроженцев Республики Узбекистан, которые утилизировали лом пуль различного калибра без документов. В настоящее время в отношении работодателя собирается два административных материала для привлечения его к ответственности в рамках статьи 18.15 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. На уроженцев ближнего зарубежья составлены административные протоколы, а в связи с нарушением норм миграционного законодательства им запретят въезд на территорию страны на протяжении пяти лет. На протяжении полутора века машины, заряжающиеся от розетки, становятся быстрее, лучше, доступнее и, как следствие, популярнее. И все же, пока появление такого транспортного средства на дороге скорее исключение, чем правило. О развитии инфраструктуры для электромобилей говорили на профильном совещании с участием губернатора. С момента появления первого электромобиля прошло 174 года. Несмотря на свой солидный возраст, это авто стало привлекать внимание на потребительском рынке недавно. Сейчас новые модели способны преодолевать 270 километров без подзаряда. В России производство электрокаров находится пока на начальном этапе. По данным ГИБДД, на территории региона зарегистрировано 465 тысяч автомобилей. 13 из них оснащены электрическими двигателями. Причин небольшого количества несколько. Дороговизна, отсутствие зарядной инфраструктуры и информации о плюсах приобретения машины. Как продвигать и развивать инфраструктуру, экологически чистого вида транспорта, разбирались ульяновские представители правительства, депутаты, профильные специалисты. Мы освободили колону на транспорт для электромобилей. И, наверное, должны подумать, Александр Ильич и Андрей Сергеевич, о том, как нам увеличить субсиди на, может быть, даже на каршеринг и на такси по закупке лизинга этого транспорта. Как можно быстрее объединять электрические автомобили. Применение электрокаров включено в проект стратегии развития транспортной системы до 2030 года. Отдельно подготовлена дорожная карта по развитию электромобилей. Утвердить её планируется в ближайшее время. Документ включает в себя несколько пунктов. Это стимулирование покупки электрокаров населению и организации. Тем более, что с 2020 года владельцы транспортных средств будут освобождены от налога. Второе – уменьшение стоимости приобретаемых авто. Мы предлагаем обратиться в правительство Российской Федерации с предложением об отмене ввозных таможенных боши на данные автомобили, что, конечно же, значительно позволит снизить стоимость электромобилей. Третий пункт – создание зарядной инфраструктуры. Предлагается установить 10 станций быстрые зарядки на территории региона. Площадки для их размещения готовы предоставить предприятие «Роснефть» на автозаправках. Сегодня в соцсетях прошла информация о дефиците лекарств в доме ребёнка. Наша съёмочная группа выяснила, что хотел сказать автор публикации. И как на самом деле обеспечен дом малютки. Слово Виктории Черковой. Купить лекарства и витамины для детей из областного дома ребёнка. Сегодня в Инстаграме появился пост с призывами о помощи малышам. Якобы в учреждении не хватает медикаментов. На публикацию отреагировал губернатор Сергей Морозов. Наша съёмочная группа решила разобраться в ситуации с обеспечением учреждения. Вопрос, куда делись выделенные средства и почему детям не хватает медикаментов. Сегодня мы встретились с Екатериной Митковой, автором публикации. Оказалось, что девушка имела в виду благотворительный сбор, а про дефицит витаминов и таблеток написала, чтобы привлечь к нему внимание аудитории. Ну, чтобы собрать побольше средств детям, там, на игрушки, на памперсы, на лекарства, что-то вот. Просто как бы сделать благотворительность и отвезти деткам. Далее мы отправились в детское специализированное учреждение. Дом малютки работает с 1980 года. Этот центр создан для малышей с проблемами здоровья. В нём живут и дети, попавшие в трудной семейной ситуации, сироты и отказники. Также есть и временные воспитанники, родители которых решают жилищные и материальные проблемы, доверив детей на попечение персоналу. Вопрос о лекарственном обеспечении мы задали главному врачу Ирине Смоленской. Она проводила нас на склад. В помещении мы увидели шкафы с аккуратно сложенными препаратами. На нижней полочке препараты, которые направлены на улучшение работы желудочно-кишечного тракта, это ферменты, снижающие колику препараты, препараты, которые улучшают микрофлору кишечника. Следующая полочка – это в основном препараты, которые направлены на лечение заболеваний органов дыхания. Также в наличии оказались антигистаминные препараты и иноотропы для улучшения мозговой деятельности. Верхние полки заполнены пачками пеленок и подгузников. Ирина Михайловна призналась – дом ребенка нужды не испытывает. Мы учреждение казенное, поэтому основное наше финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. По медикаментам у нас по 2018 году мы израсходовали 156 тысяч на медикаменты и около 100 тысяч на изделий медицинского назначения. Это шприцы, бинты, вата. На данный момент, за 2019 год, выделены лимиты 310 тысяч нам. В этом году на зарплаты, питание, ремонт и коммунальные платежи выделено почти 59 миллионов рублей. Кроме правительства, домом малютки занимаются и местные меценаты. Разумеется, никто не заставляет гасить в себе благородные порывы к помощи малышам. По словам главного врача, в группах очень быстро расходуются альбомы для рисования, цветная бумага и раскраски. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Француз Андриен Климанса доплыл на байдарке до Ульяновска, ночевал на дачах и посмотрел Ленина. Наша съемочная группа встретилась с молодым человеком в музее. Сегодня он отправился по Волге дальше, в Астрахань. 200 лет назад загадочная Россия была популярным местом среди европейских любителей путешествий. Многие из них отправлялись в путь на судах по Волге. Среди таких были французские писатели Александр Дюма и Теофиль Готье. Два века спустя их земляк, житель французского города Андже Андриен Климансо, решил повторить путь своих великих земляков. Правда, не на корабле и в комфорте, а на байдарке и в не самое теплое время года. 26 августа он надел на голову шапку-ушанку, ставшую символом его путешествия, сел в байдарку, оттолкнулся от берега у истока Волги и за 35 дней добрался до Ульяновска, преодолев 2000 километров. Россия для Андриена давно не загадка. За последние 10 лет он бывал здесь уже несколько раз. Посетил Кавказ, Байкал, путешествовал на поезде по Транссибу. Он даже русским языком владеет прекрасно. Однако на столь экстремальное путешествие решился впервые. А для друзей и родственников такое решение было вообще шоком. Они смотрят фото, видео. Они очень-очень рады и гордны. Они говорят, что это очень красиво, но они не 100% понимают. Я думаю, как это конкретно по Вольге. Это тяжело, это тоже хорошее, красивое. Но это путь далеко. Моя папа, он доволен, моя мама, она недовольна. Осень в качестве времени путешествия Андриен выбрал потому, что летом работал. Но отправляясь в путь, он надеялся, что его не настигнут холода. Говорит, он изучал прошлогодние погодные показатели. И там сентябрь и октябрь были теплыми. И первые три недели погода тоже благоволила путешественнику. А потом бабье лето кончилось. И наступила настоящая осень. Но Андриен говорит, что в этом нет ничего страшного. Во Франции я занимаюсь байдером тоже зима. Ну, это снег нет, но это тоже ветер, тоже дождь. Поэтому я был готов, если есть такая погода. Но проблема это, что, конечно, когда ветер сильный, как вчера или сегодня, это трудно, это будет, я буду устал, это неприятно, надо ждать. Вот и в Ульяновске он ждал, пока успокоится ветер, мешавший продолжить путешествие. Андриен говорит, что вообще в городах останавливается редко. Чаще встает на ночлег в палатке. Иногда ночевал на дачах и даже в банях. А у нас же его встретили по-царски. Городская администрация помогла путешественнику с размещением в гостинице. А руководство музея-заповедника родины Ленина организовали ему бесплатную экскурсию по музеям. Побывал он и на смотровой площадке гостиницы «Венец» и оценил ульяновскую архитектуру. Искусство СССР, это интересно для меня, потому что во Франции мы не жили, конечно, в СССР. Это архитектура другой. Мне нравился. Это город культурный, архитектурный и тоже исторический город. В среду, когда ветер немного успокоился, Андриен продолжил свой путь. Он надеется, что к концу октября прибудет в Астрахань. Хотя многие из тех, кто его встречают, говорят ему, что это сумасшествие. Но путешественник уверен в своих силах. Еще 1600 до Астрахань. Посмотрим, как будет будущее. Но я надеюсь, что это возможность. Но только надо быть аккуратным и осторожным тоже. И все будет хорошее. Пожелаем же Андриену доброго пути. Ведь не каждый русский решится на то, что задумал этот француз. Игорь Улитин, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Депутаты Димитровградского парламента вышли на ежегодные отчеты перед избирателями. Процедура обязательная для всех. О том, что сделали за год работы, парламентарии будут рассказывать своим избирателям до конца октября. Позади уже выступление депутатов от «Единой России» Алексея Трифонова и Реваля Салихова. Во вторник вечером наши корреспонденты побывали в гостях у Сергея Степаненко. Сергей Степаненко – первый депутат от КПРФ из третьего созыва Димитровградской думы, который вышел к своим избирателям с ежегодным отчетом. Час вещания перед двумя десятками димитровградцев с трудом можно назвать предметным. Никакой конкретики по участку, с которого Сергей Иванович избирался. Старожилую корифею местной коммунистической ячейки стоило бы поучиться этому у молодых коллег. Депутаты Трифонов и Салихов стали первооткрывателями в ежегодных отчетах нынешнего созыва. И довольно неплохо, на наш взгляд, справились. Даром, что спортсмены. В отличие от молодых единороссов, Степаненко больше говорил о депутатском корпусе в целом. Моё участие в заседании городской думы и постоянных комитетов. Будем так говорить, что за год нашей работы в городской думе было принято 230 решений. В 95 вносили нормативный характер, то есть устанавливали правила, обязательные для исполнения на территории города. Внесение в устав города, бюджет города и решение о внесении в него изменений, прогнозный пран приватизации муниципального имущества. Но мы его с каждым годом, я уже в третьем созыве... Переезд комитета по ЖКК муниципальное помещение и восстановление социальной справедливости в плане питания детей из малообеспеченных семей в школьных столовых города. Пожалуй, это единственное, что прозвучало впечатляюще на личном отчёте депутата Степаненко. Какую роль сыграл в решении данного вопроса лично он, нам осталось непонятным. Традиционная критика в адрес региональных властей, куда же без неё родимый. Неожиданностью лично для нас стала новость, что выделение земель – заслуга местных коммунистов. Наш новый глава ездил в Москву, и он добился 28 гектаров земли муниципальной, которая была переведена из сельских угодий назначения в муниципальную. 28 гектар дают под малоимущим, под застройку. И вроде бы всё хорошо добились, только вот ошибочка в именах вышла. Вопросом занимался лично председатель правительства области Александр Смекалин. На уровне Димитровграда подключились замглавы города Николай Галактионов и председатель КУИК Сергей Миронов. И не для малоимущих, а для многодетных вообще-то. И не 28 гектаров, а более 400. В этом году, ну конечно, с помощью области мы внедрили бесплатный проезд школьников на автобусах. Вот. Первый месяц прошёл, но нам давали всего 10 миллионов. Теперь мы понимаем, что где-то около 2 миллионов уходит в среднем. Ну пока ещё не подбивали итоги, но уходит где-то около 2 миллионов на проезд школьников. Это получается, что 5 месяцев, а потом деньги заканчиваются. Мы, депутаты, собрались и на комитете, и потом на Городскую думу, и твердили письмо Морозову Сергею Ивановичу просьбой, если уж мы начали доброе дело. Причём тут в вопросе бесплатного проезда школьников лично депутат Степаненко. Инициатива принадлежит общественникам. Реализация идёт под личным контролем губернатора Сергея Морозова. Депутаты Городумы лишь согласились на эту программу. Есть же разница. Для одного из старейших коммунистов города, видимо, нет. В общем, ждём отчёта других депутатов. А их у нас 30 человек, если что. Может, там что-то конкретное услышим. Кемран Кичимайкин, Ажелик Боровинок, Тимград-24, специально для Управ ДТВ. Пилотный проект «Карта школьника», стартовавший в Димитровграде с 1 сентября, признан удачным. А финансирование проекта из регионального бюджета будет продолжено. Напомним, реализация этого проекта началась на территории Димитровграда после того, как в апреле текущего года Сергей Морозов заявил о поддержке инициативы местной общественности. Из областного бюджета на эти цели сначала было выделено 10 миллионов рублей. Сейчас в Митрансе заявляют, что в общей сложности в региональном кошельке на димитровградских школьников планируют заложить 31 миллион. За месяц димитровградские школьники совершили почти 136 тысяч бесплатных поездок в городских автобусах. На данный момент карты школьника получили 6165 детей. Ещё более тысячи проездных скоро поступят в город. В общей сложности это обошлось региональному бюджету, а именно оттуда финансируется проект в 3 миллиона рублей. Только за сентябрь. Всего же изначально было выделено 10 миллионов. Сейчас предполагаемая сумма финансирования увеличена до 31 миллиона. Эти цифры были озвучены на совещании, которое прошло в среду в администрации города. Представители регионального министерства промышленности и транспорта, муниципалитета, управления образованием и комитета ЖКК подводили итоги месяца работы проекта по льготному проезду школьников. «У вас есть проблемы с перевозкой в школе? Вы на остановку везде останавливаетесь? Потому что поступают вопросы мне лично на телефон о том, что несколько автобусов проехало мимо школьника, который стоит на остановке и останавливается. Вы выпускаете такого? Также в ходе проверки задавались вопросы об исправности кассовых аппаратов и проблемах с картами. Так есть единичные случаи бракованных проездных. Такие карты можно сдать в школу, где учится ребёнок для последующего обмена. Проблем с заменой, по словам чиновников, не возникает. Поступали единичные звонки от граждан, от родителей на нарушение водителей при проезде. Мы с каждым случаем разобрались. Виновные водители были наказаны как дисциплинарно, так и материально их наказали перевозчики своих водителей. Поэтому проект, я считаю, что он удачно у нас начался, реализуется. В дальнейшем у нас не будет никаких нарушений, и все будут, у нас и школьники довольны, и их родители. Родители димитровградских школьников подтверждают, проект по льготному проезду учеников работает, и он действительно необходим. Экономия бюджета семьи с одним ребёнком-школьником составляет более 1100 рублей в месяц. У меня ребёнок учится в четвёртом классе, так как у нас школа находится в шаговой доступности. Поэтому карту мы используем для того, чтобы можно было ездить, заниматься дополнительно, дополнительное образование. Это различные кружки, секции и тому подобное. Конечно, бесспорно, это очень удобно. Пока пользовался ребёнок, в течение сентября никаких нареканий не было. Всё проходило хорошо, гладко. Надеемся, что в дальнейшем тоже так же всё будет у нас. Хочется сказать спасибо за такой вот проект. Напомним, что реализация проекта «Карта школьника» началась в Димитровграде в предложении общественников во время одного из рабочих визитов губернатора Ульяновской области. Сергей Морозов инициативу не просто поддержал, но и взял под личный контроль. Весь процесс подготовки. Глава региона неоднократно заявлял, что региональные чиновники главой отвечают за успех этой кампании. В итоге и голове чиновников на месте, и Димитровградцы довольны. В Ульяновской области продолжается приём заявок на соискание губернаторской премии имени Ленина. Сумма вознаграждения составит 1 миллион рублей. Награда будет присуждаться как одному лауреату, так и коллективу за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств. Необходимый пакет документов принимается по адресу Ульяновск, Соборная площадь, дом 1, кабинет 424. Приём заявок и анкет продлится до 31 октября. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 58-91-73. 3 октября в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха составит 17 градусов тепла, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok